Правила оформления собственности, использования банковских карт и подарочных сертификатов на пороге Нового года россиян ждут некоторые изменения в законодательстве. Подробнее об этом в нашей рубрике «Правовые новости». 19 декабря вступил в силу закон, который продлевает упрощенный порядок регистрации прав на недвижимость, известный в народе как «дачная амнистия». Теперь оформлять документы на участке под такой схеме можно до 1 марта 2026 года. Допускается осуществление кадастрового учета, а также государственной регистрации прав на дом, на участке на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в ЕГРН заявитель не зарегистрировал свои права на этот участок. Технический план в таком случае составляется на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем. Правообладатель дачного или садового земельного участка в границах населенного пункта может направить в орган местного самоуправления, который выдает разрешение на строительство, уведомление о планируемом строительстве или реконструкции жилого дома, если работы начались до 4 августа 2018 года. Разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию получать не нужно. До 1 июля 2021 года продлевается использование карт с истекшим сроком действия. Кредитные организации должны уведомить о возможности использования платежных карт после истечения срока их действия и об отсутствии необходимости получения новой карты в офисах кредитной организации до 1 июля 2021 года. При этом граждане по желанию могут отказаться от продления срока действия имеющихся у них платежных карт, срок действия которых истек. Дарить на праздники подарочные сертификаты сейчас очень популярно, но не все потребители знают о своих правах. Если даже указанный срок на сертификате закончился, покупатель может вернуть за него деньги. Роспотребнадзором приводятся данные о масштабах указанных нарушений. К административной ответственности за отказ предоставлять услуги, оплаченные подарочным сертификатом в связи с окончанием срока его действия, привлекались крупнейшие торговые сети. Роспотребнадзор сообщает, что в таких случаях суды встают на сторону потребителя и признают его право на возврат денежных средств заранее приобретенный подарочный сертификат. Поскольку приобретение подарочной карты подтверждает внесение аванса в счет будущей покупки, а в силу закона аванс не может быть удержан продавцом.